Горядина, в принципе, может быть она действительно по рецептуре немножко другое, которое я ел. Но я ел чисто. Ну, держай. Ну, держай. Нет, ну, в общем, горядина... Охранник. Охранник. Вот, я и говорю. Вы бы, во-первых, перевернули телефон, а то у вас это самое, нау... Неправильная съемка будет, или у вас аудиозапись. А, во-вторых, не могли бы, если вы сейчас на охранник, предъявить нам свое слухом на удостоверение? Да, сейчас я вам предъявлю. Да, он прям сейчас. Давайте не отойдет никуда. Нет, прям сейчас. Вам всем предъявили. Вот, я готовил с руку? А кому как? Кажет жил еще крепче, чем свинина. Я хочу, она труне разважет. Мало ли, что вы хотите. Это как-то удивительно. Вот, вот, вот. Нет, это личная карточка. Это личная карточка. Удостоверение они личную карточку предъявили. Ну, по случаю, мы блок ДМФ. По первому требованию гражданин. Вот, перебор. То есть законодательство Российской Федерации для вас пустой звук. Перебор, да? Это или нет. Перебор для вас, правильно? Положайте. Исключительно по закону? Нет, нет. По первому требованию. По первому требованию. Вот карточка. Романчика Юрия Алексеевича. О, чего, альфа. Скажите, пожалуйста, вы экзамены сдавали же, правильно? Проходили. Часть пятая, статья 12.1. Закон частной индуктивной охраны деятельности. Вам знакома? Красавчик. А дай мою камеру. Вам знакома данная статья? Норма такая. Спасибо. Ну, знакома, нет? Забуду. Несоблюдение данной нормы образует административное правонарушение по статье 20.16 Кодекса административных правонарушений. Довожу до вашего сведения. Мне понравилось. Вы все еще отказываетесь предъявить нам удостоверение? Удостоверение, а не лично. Вы читать умеете, правильно же? Вы же экзамены сдавали. Тут у вас как наименование этого документа, на который вы сейчас показываете? Как наименование? Возьмите, прочитайте. Это не удостоверение. Вы закон изучите сначала, а потом будете... Если вы не знаете закон, то вы не знаете закон. Я не знаю, хорошо. Насколько поспорим с вами, что я прав в этом случае? Насколько? Давайте на деньги. 5 тысяч рублей. Давайте. Спорим. Ну, вы же клоун. Ну, спорим, нет? Спорим, нет? Вы же сами это понимаете. Спорим, нет? Вы же не зря сюда припёрлись. Я понимаю. А вы зачем сюда припёрлись? Продолжай. Я здесь, у меня рабочее место. Где? Здесь. А кто вы? Я старший сменой. Охранник, да? Частный охранник. Со старшем частного охранника. Лицо, правильно? Не нашел информацию. Да. Почему, скажите мне, вы позволяете себе не соблюдать законодательство? Вот мои данные. Я всё соблюдаю. Ну, то есть вы готовы быть привлечены к административной ответственности, правильно? Я всё соблюдаю. Вы готовы понести ответственность? Вы кто такой? Вы готовы? Павлик. Вы гражданин? Нет. Вы должны... Вызывайте, пожалуйтесь. Это ваше право. Вы используете свои права. Вы же мне всё сказали. Вам что-то есть добавить к этому? Ну, говорите, я вас слышу. Что я считаю, у человека, не соблюдающего законодательства Российской Федерации, недостойного работать, а находиться в приличном обществе, в приличном магазине. Ещё, что вы хотите сказать? Что? Ещё, это всё? Ну, что ещё, то, что уважения к вам со стороны общества так же не будет. Хорошо. Если вы не уважаете законы Российской Федерации, то уважения к вам не будет. Когда вы закончите, скажите, я закончил. Всё. Я закончил, а вы можете идти тут полымать, я не знаю, чем вы тут занимаетесь. Иди учись, стань человеком. Он конец. Иди учись, стань человеком. Он старается. Да, куда учиться? Да, в Российской Федерации. Будущем, будущем страны. А он в Италию поедет учиться? А он в Италию поедет учиться? Там тоже классные вузы. В Италии говорят, что ты планируешь. В Германию, может быть. Мы адекватные все. Он из Бельгии, я не из Италии. И сперва, я тебе советую, иди учиться. А где в Бельгии можно учиться? Почему я знаю? Здесь, в Российской Федерации. Да, я вижу, что ты учишься. Чем ты учишься? Я вижу, что ты такой язык. Интригируешь, интригами занимаешься. Вот чем ты учишься. Интригант называется. Чем человеком можно пообжаться, как человек. А с тобой можно пообжаться. Просто Н и точка. И просто клоун. Да, так что вам еще учиться и учиться. Мойте полы дальше. И клоун просто. Слушай, Павел, что он тебе сказал? Он ему не понравился. Я говорю, он красавчик. А я ему говорил, слышишь ты, красавчик, поэтому они тебя будут гнылить больше, чем меня. И как я и говорил. Спасибо, блин. А он здесь? А он здесь? Слушай, кроме хозяина, тут обнаружен тупой охранник. Как и все, я думаю, охранники, да, но большинство из них, да, отказываются предъявлять удостоверение. Но он не злой, я хочу сказать. Не, может быть, он не злой. Может быть, он просто глупый. Я не знаю. Он даже на Юлиана не кидал. Нет, ну это да. Он стоит тут просто как статуя, я не знаю, что. Ты ему так вот делал? Да он отказался, все уже. Он говорит, все. Так, что, оформлять сейчас будем? Включайте законы. Оформлять сейчас будем? Включайте законы, ребята. Да вот что там. 2478-1. Ваши дела, закон о чем? Дело в том, что вы таким образом подставляете не только себя, но и частную охранную организацию, в которой вы работаете. Так как не только на должностное лицо там имеется штраф, да, но и на юридическое лицо. И два административных правонарушения, и Росгвардия лишит вашей частной охранной организации лицензии на решение частной охранной деятельности. Это уже плюс. Да. Это уже плюс. Так, может, поспорим с вами на денежку, не знаю, на что-то. На деньги, на деньги. Но вы боитесь проиграть, получается, вы знаете, может, у вас просто нет с собой удостоверения. Я на работе, я на работе. Но у вас нет с собой удостоверения? Спорить не буду. У вас с собой есть удостоверение? Я же вам уже от все ответил. Вы ничего не ответили, но у меня есть. Все, что положено. Есть удостоверение, значит, у вас. Вам еще удостоверение показали? Да, конечно. Я же вам требую. Я же вам объяснил все. Да, но я же вам, я уже вас потребовал. Я не хочу. Почему? Мне не нужно ваше представление. А мне ваше нужно. С вами все ясно. Да, мне ваше нужно. Там тоже ясно. Мне нужно ваше. Я вам показываю карточку, здесь все указано. Да это замечательно, но в законе, сейчас в именнохренной деятельности закреплена ваша обязанность. Обязанность, понимаете? Себя? Святая обязанность. Ну, святая, не знаю. Так же буду ходить. Может быть реально нарисовать так же карточку и ходить, а когда будет адекватный блогер с журналистами меня требовать, я буду говорить, что я вовсе забыл. Я отказываюсь, да. Забыл выписать. Нет, мы еще не успели дать кассу. Да, там у меня. Ну нет, те продукты, которые мне сказал шеф открывать, я же подчинился. Я не сказал тебе охватить и попробовать. Нет, шеф сказал открывай, открывай. А, администратор. Болос. Эти все продукты подлежат у утилизации, если что. В любом случае, они не стоят ничего. Да, да, да. Тут охранника надо привлечь. Охранника оформим, конечно. Вы вызвали полицию? Просто мы хотим следственную оперативную группу вызвать, чтобы они это все утилизировали, акт списания делали и так далее. Или вы сами это сделаете, или мы вызовем полицию, чтобы они это сделали. Это ваше право. Это ваше право. Нет, смотрите. Ваш шеф сказал, что вам нужно показать, обучить. Смотрите. Это вы в первый раз не понимаете. Мы сами согласовывали, чтобы наши действия были. Ваше право. Просто нам потом пишут, почему так жестко, почему и так не жестко. Понимаете? Вы как гражданин поступаетесь. А с кем ты действительно согласовываешь? Он тут палы моет, наверное. Я не знаю, что он тут делает. Потому что удостоверение не показывает. Я не очень понимаю, уполномочен ли он вести переговоры. Понимаешь? Я не знаю. Я считаю, что не уполномочен. Этот вообще на неделю просроченный комик. Ты че? У меня пальцы воняют, а я думаю, это все воняет. Нет. Я сыр воняю. Ты че? Это горгонзол. Это горгонзол. Это я знаю. Это я знаю. Я просто показал, где он сухой, сухой. Он быстрый. Он хранился, хранился вот так, а потом его запаковали. Вот тоже производитель. Россия-Москва. С вами хочется пообщаться. Это итальянский сыр? У меня, простите. Надавайте полочками. Я просто лапом просто подряд. Это итальянский сыр? Ань, пока не смотрите. Я знаю. Да? Я знаю. Там просто написано, кто производитель. А вы мне скажите, это итальянский производитель? Нет. Российский. Это не российский производитель. Там написано Россия, Москва. Именно так. Ну, в общем, я как понимаю, вы собрали у нас продукты, которые, вы считаете, не соответствуют стандартам. А именно, да, технические регламенты можно съединить на санпины. И производство собственное тоже. Допустим, здесь, собственно, производство, да, понятно, но здесь ни составов, ни живого, ничего нет. Но где-то есть, а здесь нет. И вопрос, вы какая-то организация или вы ведете свое видео? Смотря как вы хотите. Если хотите, то мы организация будем. В зависимости, для чего вам это? Для себя. Я хочу понимать. Чтобы принять правильные действия? Ну вот, вы пришли сюда. Или можно ли нас шморить? Вас не шморить, а сами достаточно похожи. Да-да-да-да. Пока что мы обычные ребята, нам просто... Которые пришли, интересуются... Да. У нас есть свои какие-то комментарии. Да. Вы проводите съемку на этой песне. С кем-то это согласовывает. Вот, а где вы? Одно дело, если вы... Представлялся, дяденька? Да, я лавров. Вот Юлиан, мы с ним прямо на видео записали. Подошел к нам и сказал, вы согласовали? Я говорю, хорошо. Я ему сказал, хорошо, мы согласуем, позовите, пожалуйста, администрацию. Мы все согласуем. Я ему сказал прям, мы будем согласовывать. Так, приходил же, он говорит, ничего не запрещает. Юрий такой. Да. Я сказал, давайте, мы будем согласовывать. Все, он пропал. Просто вопрос в другом. Одно дело, если вы приходите доставить какие-то товары, не интересуетесь или задавите вопрос, это логично, вы потребители имеете на это право. Другое дело, если вы ведете съемку и так далее, тем более планируете куда-то ее доставлять? Понимаете, не совсем. В зависимости от того, мы точно доставлять будем, мы не можем доставлять. Я журналист. Я уже поняла. И когда я не фиксирую на видео, потом полиция приходит, сейчас она придет и будет списывать товар. Она будет говорить, доказательствует, что это здесь товар взял. Я скажу, да, есть, потому что меня снимали весь перебойный. А если я не буду снимать, они скажут, может, вы это с дому принесли сюда и людей добрых подставляете. Понимаете? Вопрос. Вы съемки с кем-то согласовывали? Я же сказал, я охранник. Что вам сказал наш секьюрити? Что надо с администрацией согласовывать. Я говорю, хорошо, давайте. Администрация к вам подошла? Я сказал, да, давайте администрацию, мы согласуем. Все, никто не подходил. Подошла администрация уже потом, когда уже были конкретные претензии по товару. Я на Юрий Павлович. Да, Юрий Алексеевич. Юрий Александрович. Ладно. Я вас поняла. Скажите, я так понимаю, вы немножко ответственны. Я департамент маркетинга. Просто я... Ага, попал вам, да? Смотрите, спросите у них, будут ли они это утилизировать? Нам не попало. Это конкретно производство, это маркет. Это операционщики. Вопрос не в этом. Вопрос в любом том, что когда какая-то съемка происходит, в любом случае это согласовывают. С департаментом маркетинга, администрация, не важно. Какое-то разрешение берут. А если нет? Ну, мы как вы здесь проверили, вот к чему привело это. Дело-то в том, что все хорошо, но есть закон Российской Федерации, понимаете? Цель ваша какая, ребят? Цель наша, чтобы у вас в таком замечательном магазине, ну, как я считаю, замечательной, не было нарушений законодательства Российской Федерации, за которые у вас завтра придет Роспотребнадзор и оштрафуют на много миллионов. Вы его представители Роспотребнадзора или... Нет, а он наш представитель. Это Роспотребнадзор под нами. Что? А, вазбуки спросили. По правам предсто... По правам предсто... Уполномоченных. Да, уполномоченных. Ну, типа... А он уже... Давно уже, но, типа, мне говорили, бах, иди туда. Ну, ладно. Смотрите. Что вы планируете делать с товаром, который вы набрали, как я понимаю, не оплатили? Простите, как это звук? Да. Бинара, маркетолог. Смотрите, сухой. А здесь нет. Нравится? Сухой? Вы хотели бы за это заплатить? Или вы хотели бы только вот за это? Все сыры, которые вы взяли, и все вот эти пакеты и так далее, это все свежие, ребята. Ну, я вам еще раз говорю. Вам нравится вот это? Что вот это? Я это не вижу. Не трогаю. Не ощущаю. Сухое. А здесь мягко и свежее. Ребят, скажите, пожалуйста, что вы собираетесь делать с тележкой, которую вы набрали? Это я жду вашего представителя, который будет все это интеллигировать. Либо нашего представителя. Голоджо! 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 Павлик, мне кажется странным, что вопросов больше, мне кажется, по съемке, чем по товару. Как-то, мне кажется, о потребителях-то, ну, не особо забота есть. Мне кажется, они просто не знают, к чему зацепиться. А к этому, якобы, ты не культурно себя ведешь, и сразу понятно, что может зацепиться. Ну, то есть то, что... А, слушайте, а давайте просто за каждого охранника, получается, частная охрана организации несет ответственность. Мы просто сейчас обойдем всех, поспрашиваем, у них будет восемь административных, или сколько тут этих? Две уже есть. А двое, двоих уже спрашиваем? А двое уже есть. Ну, видите, а двое, двух достаточно, в принципе. В России еще? Ну да, вон, там еще один. Да, конечно, пофиксируем. Давайте сначала с этим разберемся, я думаю. Да, да, смотрите, один момент. С вами могут разбираться сотрудники полиции, реально, за то, что вы предупреждаем об оплате, чтобы вы оплатили это все на бутылку. На бутылку у нас поставить? А, слушайте, а вы кто? Вы кто тут? Полы моете? Понимаете? О чем я говорю? Я тогда вас тоже предупреждаю, смотрите, это опасный продукт, его нельзя продавать. Полы мою, я как потребитель. Сразу я от тебя отказался. Отказался? Я отсюда не уйду просто так. А, ну вы, может быть, вон видите, что я... А самое главное... Не, не совладать самому. А самое главное, нет. Ни за какой некачественный товар я платить не буду. А самое главное, магазин не вправе меня заставлять платить за некачественный товар. Но вы вскрыли его. Он некачественный. Вы вскрыли его. Чтобы вы, не дай бог, его не... А вы вскрыли его. Да, это я попросил ваш... Нет, но вы лично вскрывали. Это все снято на камеру, чтобы вы лично его вскрыли. Лично вскрыл, что я попросил. Поэтому это нужно оплатить. Нет. А потом уже обращаться. Хорошо. Если у вас есть претензии... Павел, не ведите перековориться неуполномоченным на то лицо. Претензии будут. Поэтому вы будете проходить через кассу и откажетесь платить. Скажите, пожалуйста. Я сразу не буду. Скажите. Можете вызвать сразу. Я платить не буду. Нет, нет. Когда вы будете через кассу выходить и не будете платить. Пошли. Пошли. Выходите. 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 Вы делаете свои движения. Извините. Что происходит? Товарищи, вы сейчас ждете человека, который должен прийти и утилизировать наш товар, который вы считаете несоответственно. Но... Такой человек не придет. Если у вас есть... У нас есть такие люди. Без ножа зарезала. Если у вас есть какой-то план на лейшн, есть... У нас есть органолептика. Вы можете вызывать. Либо оплачивайте, пожалуйста, этот товар. Нет, мы не будем оплачивать. Вызывайте. Либо поставьте товар на место. На место? Если мы будем вызывать. Ну что, так и поставим. Если мы будем вызывать, то они могут не приехать. Они нас знают. А если вы вызовите, то они точно приедут. Поэтому вызывайте вы. Нет, вы вызывайте. Мы у нас... Хорошо. Вызывайте, либо расставьте товар обратно на все полки. А, то есть... А вы нам сзади заплатите? За то, что у нас отрасли? Как? Это мы собрали. Ну и что? О, а это не запаковано. Вообще? Я сомневаюсь. Какой адрес тут у нас? Дом 2. Киевская 2. Дом 2. Четвертый этаж. Магазин Итальяна, да? Четвертый этаж. Четвертый этаж. Как это называется? Аттракцион. Как нужно вызывать полицию, ребят? Здравствуйте. Киевская. Дом 2. Четвертый этаж. Итальянский магазин. Помогите, пожалуйста. А там по200-то? Боряна нос сломала. Да, Киевская. ��цкий дом 2. Помогите, пожалуйста. Киевская. Дом 2. Четвертый этаж. Четвертый этаж, итальянский магазин. Что такое? Тут торговый гостиничный комплекс какой-то. Манее в тайне не буду tirar. Что это? Ну, может быть я не буду? Торговый гостинический комплекс там такой-то. Там магазин итальянский. Помогите, пожалуйста. Четвертый этаж. Четвертый этаж. Это Monoc Terre, все. Помогите, пожалуйста. Просто быстрее приезжайте, помогите. Ваши комментарии. Что-то я долго с ними цацкался. Ну просто смотрите, полиция очень часто не приезжает на наши вызовы. Нам это надоело, и мы как бы решили их особо не вдаваться в подробности, что и как там. Пусть приезжают, и тут все решаем. Уже вызвали? Да, уже вызвали. Когда приедет весь служб, а вы здесь. Мы сказали, что нас насилуют. А с вами? Может мы вас сейчас убедим? Не, ну ужас. Ну вы как нюжечки. Это че, реально? Это как гад, я как гад звукапываю. Я серьезно тебе говорю. Меня нас не чувствует, но я почувствую и не знаю. У меня пробил нос. Точно. Пробьешь. А, у нас старого. Да ты занюхни нормально, че ты. А ему понравился. Это какой-нибудь к носу макнул. Это что вообще такое? Сыр. Тел-де-ма-уль. Павел, Павел. Ну и у вас непротивное доставление. Вы вообще группы представляете? Просто аграрная, да? Пока да. Вам что-то еще? Вы продолжаете свою группу? Да, мы ждем. Полицию вызвали сами, да? Стоп, связи с оперативной группой. Нам надо просто все это перерезировать. Изъять. Ну и по всем полочкам пойдем. А пока не приедут? По всем пойдем. Слушай, а у них же везде так. Получается весь магазин будет? Да. Да, у них будет. Блин, а что они по-человечески-то не захотели? А что, все просрочено, что ли? Вам не нравится просто? Оно не просрочено, реально. Оно плохое, оно не качество. И сейчас дело в том, что мы взяли по чуть-чуть, допустим, прилавок, и мы взяли по одному, просто чтобы указать вам, показать замечание. Ну, нам не надо, это он есть у кого-то. Ну, я имею в виду вашего магазина, да. Они не хотят, поэтому сейчас перед полицией мы все будем собирать. Прям все, все, что есть у нас. Это будет тележек 5-6, я не знаю. Даже больше, больше. Потому что там очень много. Вы думаете, полиция будет собирать? Они же не такие глупые. Посмотрите наши ролики. Все нормально. И магазин опечатать? Взять удар на себя и сказать, я не буду, и уйти. И из-за этого ему там таких прилетит, капец. Это и у них работа с вами, это их дело. Мы не можем, нет, мы можем только... Действовать согласно заходам. У них своя работа. У нас своя работа. А крыши-то у вас есть? У вас своя работа, да? Крышуют они вас или нет? Не знаю. Ну, обычно вы просто за это как бы. У нас... Черт у вас на этот или на весь торговый тенд? Или только на магазин? Это закрытая информация. А, он же сказал, тут один собственник везде. Вот так вот, смотрите. Ну, это ладно. Где он остался? Как вы думаете? Я без очков не вижу прошивки. Вот это вот, нормально, смотрите. Вот этикеточка, да? Заклеена, все хорошо. Отклеиваем. Годен до 02-05. Прошла неделя. Видите, как? Я к этому отношения не имею. Не, просто чтобы вы не думали, что мы тут такие пришли, что-то хотели кого-то наказать. На самом деле, по большому счету, 9 мая мы не хотели никого наказывать, мы хотели сделать замечание, потому что нам пришли жалобы на то, что тут не соблюдают маркировки. Тут действительно много иностранцев, и, может быть, они действительно не знали, как это делается. Да? Мы допускаем. Они там, что пришли 9 мая, не хотели никого наказывать, да? В принципе, да. По большому счету, мы были доброжелательны и отзывчивы, так как, во-первых, праздник, во-вторых, тут действительно иностранцы, и, может быть, они не знали, как это делается, что надо указывать, что не надо указывать. Ну, это понятно, что это просрок, да? А вот есть здесь позиции, где просто ошибка, там, либо маркировщика, да, того, кто отвечает за маркировку, либо того, кто отвечает, как бы, за вакуумирование, да, потому что нельзя вакуумировать продукты, что они становятся, вот, смотрите, это закон, то есть все по закону, видите? Нет. Почему нельзя вакуумировать? Видите, тут один цвет, а вот тут другой цвет. Я понимаю, я все это видел и слышал, я вас понял, просто я не специалист в этом вопросе, и вы разговаривали непосредственно с хозяином, который на все вопросы… Да. Но он, как бы, и признал, и не признал, и в итоге мы клоуны. Вот это показывает нарушение, вот как должно быть, а он говорит, это не нарушит. Нет, вот вы поймите право, давайте просто так вот, как у нас в России говорят, по-человечески, да? Да. Он вас понял. Хорошо. Он по-своему, конечно, но по-своему. Он же не глупый человек. Он наведет порядок. Я лично вижу, вот мне показалось, я вам сейчас увидел. Он тоже это прекрасно, ну, ему подскажут даже, что он понимает. Он отреагирует поставил. Он просто отреагирует по-любому, и реакция будет моментально. Завтра уже ночь будет работать, я его знаю. Это хорошее. Это супер. Представляете, мы через месяц зайдем, а тут все будет красиво. Я никуда не денусь, чтобы сказать об этом. Нет, я понимаю. Но смысл в чем? Зачем вот это продолжать, как бы нагнетать вот эту обстановку? Ну, мы не хотели. Нет, вы говорите, вот вы начали говорить, и это мы не хотели, но из-за чего вы вдруг начали дальше говорить? Потому что нам сказали, что сами они не могут это утилизировать. Да. И вы сказали, что я должен заплатить за некачественный товар. Ну, это как? Нет, это... Я не сказал такого. Я сказал, что товар. Это не качественный товар. Это не качественный товар. Я не знаю, вы все... Это все не качественный товар собрали. Да. И это только часть. На прилавках лежит вообще большое количество. Поразите. Поразите. Это ваше право. Если он просрочен, реально... Мы не будем... Нет, это право. Я понимаю. Конечно. Он просрочен, но мы не будем... Я сам скажу. Тем не менее, кушайте вы его, да? Нет, это при нем, попробовали мы. Ну вы же сами открыли и покрыли. Нет, а он же сам сказал, открывайте. Мы можем оплатить этот товар, если он качественный, мы его оплатим качественным. Если он не качественный, то мы точно такими же деньгами и оплатим. Не качественный, без проблем. Тугриками. Я вас понимаю, вы уже, кажется, научились говорить по-русски, по-зарить, по-русски, по-сентральски, по-зарить на любой ответ, на глупый вопрос, глупый ответ, на умный вопрос, умный ответ и так далее. Это я все понимаю. За это платить не надо. Я вас могу спокойно пропустить, и вас никто не остановит. Вы можете оставлять на месте. И, в принципе, я считаю, вы свою работу сделаете. Вы что-то еще хотите? Вот у меня вопрос. Правильное решение. Это они вас надумили или вы? Нет, ну я свою работу делаю. Я понял, хорошо, значит, они. Смотрите, в принципе, я обычно жду итога, чтобы он пришел представитель магазина. Он же приходил уже. Хоть вы, хоть они, без разницы. И мне на камеру сказал, да, все, это наш косяк, мы это утилизируем. Вам претензий нет. И мы уходим. Ребята, я не буду говорить про утилизировать, я не отвечаю за утилизацию. Я могу сказать, ребята, вы оставьте здесь, придет руководство, будет разбираться. Тем более, хозяин об этом все знает, он же знает первое лицо. Вы можете спокойно все оставлять, ну, как бы, на месте. И... А если это вдруг назад на прилавке положат? А если это вдруг назад на прилавке положат? Нет, сейчас будет принимать меры, естественно, что же хозяин. Мы хотим на это посмотреть. Я вам... Давайте в этом и поднимемся. Давайте снимайте тогда. Говори. Я смевать, конечно, сейчас сотрудник магазина скажет, нет, не выпускает вредность работы. Ну, вот, в общем, смотрите. Это все, да, я понял. Давайте, к чему мы пришли. Давайте итог. Итог, нет, прям итог, все, как вы сказали. Мы к вам прислушались. Вот итог. Это все, что здесь находится, это все некачественный товар. Вы запишите это. Нарушена маркировка, нарушены условия хранения, нарушены... Если вы это проверили, значит, так и тому и быть. Вы же специалисты. Что-то просрочено конкретно. Что-то расставляете и будет... Утилизировать сейчас не будет, понимаете? Дело в том, что утилизация происходит тоже в определенном порядке. Составляется... Нам достаточно, что это признают и уберут с пола. И все, достаточно. Да, да, да. Мы, знаете как, мы вам поверим, что это утилизировалось, когда мы придем через месяц, допустим, и увидим, что все поменялось. Хорошо, придите. Автоматически я поверю вам, что вы утилизировали. Автоматически. Да. На этом мы будем еще что-то? Да все, я так думаю. На этом закончили, да? Все, да. Все, ребята, спасибо. Мы первый раз у вас были в магазине, что-то понравилось, что-то не понравилось. Надоумели. Спасибо вам. Нет, ну я просто не совсем понимаю, можете ли вы решать такого рода вопроса. Нет, ну если вы за качественный товар отказываетесь платить. А вы не поняли, что ли, сначала, что мы имеем в виду? По поводу того, что когда вы говорите, все оплатили. Нет, вы просто после этого уже говорили, что вы должны будете за это оплатить. Вы не поняли, что ли, до этого, что за качественный, конечно, мы бы оплатили. Я не знаю, что это было у вас в корзине, потому что вы открыли. Нет, вы просто не видели, что в корзине. Конечно, я не вижу, что все хорошо. А когда вы достали, показали мне, ну естественно, кто будет платить за некачественный товар. Теперь с этим самым, с удостоверением. Ну признать, что не право. Что нет у вас уже с собой. Ну есть оно у меня. Ну вот, ну а что тогда? Сто процентов, что вы знаете. Росгвардии показывают. Гражданам и специальным должным лицам. Зеленая бумажка, зеленая книжка, да. Есть она у меня, вот моя фамилия, все совпадает. Я смотрю, продлялись много раз, смотрю. Я давно работаю, да. До 21 года, да, все. Без проблем. Так бы сразу все в порядке. Вот с этого надо было начинать. Давайте, пожалуйста, как договорились, да? Давайте, да, без проблем. Спасибо. До свидания. До свидания. Я думаю, повлияло то, что именно ты позвонил полиции, все, и мы и сказали, что сейчас будем все собирать по полочкам. Именно это и повлияло. Звони вызов. Я на самом деле изначально... Пусть покатаюсь. До свидания. До свидания. Сейчас. Я на самом деле не знаю, почему, из-за чего какая-то эскалация конфликтов. Вот. Зачем это все надо было делать, зачем охрана это начала делать, зачем директор это начал делать. Ну, может, темперамент, не знаю, не понял изначально, что и как. Хотя и, как я понял, он осознал то, что именно свои нарушения, да? Именно то, что они не правы в некоторых вещах, да, в маркировке продукции. Но почему-то все равно какая-то ответная, защитная, может быть, реакция у него была. Мы не хотим ссориться. Сегодня 9 мая. Действительно праздник. И поэтому, так как охранник нас понял, да, ну или решил не связываться, не знаем. Все пришли к миру, да? И, как говорится, наступило, ну, конец войны, в общем-то. Пишите, что думаете об этом в комментариях. Обязательно поставьте этому видео лайк, палец вверх. А также подписывайтесь на мой второй канал, Павлик Ситизен, в Ютубе. Там будет еще много и много интересного контента, только другого формата. Ну, или это, может быть, даже будет на втором канале. Тогда подписывайтесь на канал AllRoofNews. Вот. Хотя там больше подписчиков. Вот. Ну, все, ребятушки, также подписывайтесь на наш телеграм-канал, инстаграм, группа ВКонтакте. Все ссылки в описании. Подписывайтесь на Павла Купова-Камяка, на Бориса Иванова, который записывает там речь. Максим Абадец тут тоже есть. Роман Жук. Кто еще? Всех, вроде, перечислил, да? Вот. Ну, и многие другие каналы. Все ссылки будут в описании. Все. Всем удачи, всем пока. Борис здесь свои права.